Всем привет, это Бостон. Мы были линии 3, а игроков 5. И после несложного расчета мы обнаружим, что в каждой игре будет соло-лайнер. В текущей мете соло ходят либо топ, либо бот, а иногда и топ, и бот одновременно. В этом видео я расскажу, какие герои лучше всего подходят на эту роль. Но для начала нужно ответить на вопрос, что такое хороший соло-лайнер. Соло-лайнер это герой, который с легкостью без поддержки тиммейтов может создавать давление на линию, особенно в начале игры, и при необходимости уйти от ганка. При этом он должен пропушивать эту линию и быть более эффективным, чем большинство других героев, которые стояли бы в одиночку. Изначально класс соло-лайнеров это бойцы, и как правило все они отличные дуэлянты. Есть несколько героев других классов, которые по механике скиллов получается вполне успешно отстаивать соло. И начнем мы именно с них. Хаябуса. Убийца, который эффективно чистит линию, в том числе своим ультимейтам. И благодаря теням может легко отступить от ганка. На мой взгляд, это единственный убийца в игре, который с самого начала может стоять соло. Остальные либо стоят с поддержкой, либо фармят лес и не отсвечивают. Конечно, Хаябуса, как и любой убийца, много роумит и фармит лес, но и соло-линию он стоит достаточно уверенно. Так, берем первого попавшегося соло-лайнера Хаябусу. Вот, спокойно стоит почему-то против Крока. Ага, был отличный соло-лайнер Хаябуса, пока к нему не подошел Заск. Забрал монетку. Не догонишь. Линга не догнать. А вот Грог сейчас влипнет, походу. Линга убегает. Да, все, минус Грог. Лаганула. Ну что, ребят, сейчас будут черепаху забирать. Я думаю, все нормально. Значит, трайм легко заберут. Ну, успеет, успеет. Ну все, так, возвращайся на соло-линию. Стандартный соло-лайнер Хаябуса. Фармит свою нижнюю соло-линию и иногда ромит. А там соло-лайнер Грог. Хайбуса увидел то, что на миду по замес, сразу подтянулся, заработал килл. Походу, сейчас еще огребет Грэнджер с фашем. Минус нано, минус Грэнджер. И давай минус фашем. Нет, минус фашем не будет. Отлично, подтянулся замес. Забрал тяжой синий баф. И возвращайся снова на свою линию. Забираем красненький баф. И снова идем соло-лайнер с Грогом. Ну, точнее, против Грога. У Грога здесь, скорее всего, вынужденный соло-лайн, потому что, ну, тупо, больше некому защищать эту линию от Хаябуса. Сейчас будет пытаться Грог забрать монетку. Ну, хайбусто, добивание. О, походу, минус Грог. В принципе, этого отрывка хватит. Давайте переходим к следующему. А следующий у нас Уранус. Танк, у которого достаточно урона, выживаемости и амбиций, чтобы отставить соло-лайн. Его часто можно встретить именно соло-лайнером, а не танком-саппортом, как действует большинство. Наконец-то я нашел соло-лайн Урануса. Кстати, я заметил, Уранус очень часто так делает. Заходит под второй башню и зачищает паки крипов. Тем самым отпушивая линию. Но тут пришла Маша. С Машей, конечно, не так сложно справиться. А нам будет сейчас пытаться зачистить крипов. А тут инвейд к Уранусу. Уранус сразу все понял, врубил ульту и удрал. Молодец, хороший Уранус. Четко сообразил. Но мне кажется, это бесполезно, что Маша Урануса не убьет, что Уранус Машу... Маша убежит, Уранус... Уранус просто не продамажится. От Маши. Убить его нереально сложно. Любого другого героя Хуфра бы сейчас уже уничтожил. Но не Урануса. Дико живучий герой. Просто... Просто в наглость заходит за вышку и убивает крипов. Маша ничего сделать с ним не может. Совсем ничего. Она, наверное, сейчас пишет в своей команде. Помогите мне, мне тут Уранус унижает. Вот, наконец-то пришел Хуфра, но башни-то уже вынесли. Башни вынесли и Урануса не убили. Вдвоем просто... Просто супер живучий герой. Он не так много урона наносит другим героям. То есть это не сказать, что герой прям дуэлянт. Но вот хреново убьешь. Он зачистит тебе всю линию, пропушит тебе все. Ты с ним ничего сделать не сможешь. Ну, в общем-то, как-то так стоит соло Уранус. Переходим к следующему герою. Нано. Герой поддержки и маг по совместительству. Который при надобности также легко может отстоять соло-линию. Благодаря бумерангу и ульте, которые эффективно зачищают крипов и дамажат героев. А Малина защищает Нано от дайва. То есть от захода врагов под башню. Стоим соло топ-наной. Удачно забрали монетку. Пришлось использовать огненный выстрел и откинуть пенотавра. Если б не использовал, могли бы меня забрать. Ставим малину под башню, чтобы не задавили. Если начнут давить, попадут в малину. Или убегут, или умрут. И постоянно чистим крипов. Отпушиваем их от башни. Сейчас еще раз можно будет попробовать спереть монетку. Нет, на этот раз не вышло. Опасно. И вот снова Малина прибежала. Снова они отошли. Сейчас у меня уже маловато хп. Надо аккуратненько, аккуратненько продамаживать их. И главное, главное, дамажить подходящих миньонов. Я стараюсь скидать мой ранг так, чтобы задевало и их, и миньонов. Таким образом, стоим где-то до мидгейма. А в мидгейме уже нужно подключаться к команде, к тимфайтам. Все остальные герои соло-лайнер в моей подборке будут класса бойцов. А начнем с Иксборга. Иксборг отлично стоит соло. У него достаточно массового урона, чтобы зачищать крипов, и сустейна, чтобы оставаться на линии. Плюс ко всему, у него есть хорошая массовая ульта, для помощи команде при подключении к тимфайтам. На Иксборге мне не получилось записать игру с трансляцией, поэтому я решил записать ее сам. Не то чтобы я очень круто играю на Иксборге, и, собственно, игра у меня тоже, ну, так себе началась, 1-3-2. Но, в принципе, я на нем стою соло-лайн. Сейчас вверх стою. Вот я увидел, что внизу замес, и решил по-быстренькому подойти к ним. Пока еще там кто-то живой остался. Сейчас, сейчас, сейчас я к ним подойду, и снова встану соло-лайн. Залетаем сразу, франка минус. Прошло замедление. Я как-то ушел. Здесь я понимаю то, что мои воскресились, и надо срочно преследовать. Вот из всех лоу-хпшных. Сбил случайно рекол. Убиваю кармилу. И иду за ван-ван. Снова у меня уже ульта откатилась, уже второй раз. Минус фаша. Отправляемся на соло-лайн, только уже на бот. Ну, собственно, как-то так. Стоит Иксберг. К мидгейму Иксберг начинает наносить очень хороший урон. Главное, аккуратно отстоять раннюю игру, и не наумирать, как я в этой игре. Переходим к следующему герою. Чу. Эффективно отстоит соло-линию. Боец-дуэлянт, который один на один может выиграть практически у любого героя. При этом он очень мобильный и быстро чистит линию от крипов. Щиты помогают ему не получать много урона. Начало игры. Чу у нас стоит соло-топ. Успешно. Третий уровень, и он уже успел один килл сделать. Кстати, интересная штука. Сейчас соло-лайнеры покупают маску. С учетом того, что они стоят соло, и к ним никто не подходит, маска дает дополнительное золото. Ну и плюс, если что-то пошло не так, то маска опять же по золоту выручит. Но это работает на достаточно высоких рангах. Когда люди понимают то, что у тебя маска, и не подходят к тебе. В Чу залетел Клауд. И отлетел. Чу на нем использовал ульту, но Клауд тут же поражал очищение. Разменялись по нулям. Но в итоге что? Клауд ушел на мид, а Чу остался наверху. Профит. Монетка наша. У Чу сейчас откатится ульта, он этого ждет. У Клауда не было очищения, но Чу не получилось использовать ульту, потому что Лолитка бы застанила. Ну наконец-то убил Клауда. Он этого давно хотел. Уго, Сенар Эмпэйдж. Если мы его сейчас шатдауним, да, мы его шатдауним 280 голды получаем. Круто. Уже 3.02. Ну и здесь я думаю заберу черепаху 100%. Ну, как-то так играет соло-лайн Чу. Всех отпинивает, грубо говоря. Переходим к следующему герою. Тамуз. Этого героя очень часто можно встретить соло-лайнером на топовых турнирах по Mobile Legends. Его отличие в том, что у него очень высокая выживаемость. Не намного хуже, чем у любого танка. При том, что у Тамуза достаточно высокий урон. И так же, как у Иксбрага, у него есть масса ульта. Хоть и не такая эффективная, как у Икса. Как мы видим, тут Тамуз стоит соло-линией против Кимми и, наверное, Хуфры. Правда, Хуфра сейчас от него ушел. Опа, минус Кимми сразу. Здесь Тамуз очень четко прожал отомщение, и Кимми не смогла его убить. Чисто из-за отомщения. Отомщение очень хорошо против Кимми действует. Тамуз очень часто ходит с отомщением. И, кстати, заметь, он взял сразу одновременно и маску, и кинжал для фарма леса. Это стандартная ситуация для Атамуза. То есть он и лес фармит, и покупать маску, потому что соло-лайнер. А Кимми с Наной получается. А Кимми снова огребла Атамуза. И Нана тоже огребла бы. И Нана минус. Умерла чисто от посетки Атамуза. Неплохо. Хуфра пытается дефать линию. Но здесь еще и Госсом подтянулся. Но куда ты? Атамуз почувствовал свою силу. И поплатился за это. Госсом с Хуфрой его забрали. Ну, такой коротенький отрывочек получился на Атамуза. Переходим к следующему герою. А следующий у нас Леоморд. Своим копьем он отлично чистит миньонов. Им же харасит врагов. Может своровать монетку или лесного крипа. Плюс ко всему он достаточно мобильный. А с ульты может нанести очень много урона. У меня на него есть гайд. По ссылке вверху. Игра практически с самого начала. Леоморд стоит против Атласа и Клауда. Не получилось у него забрать монетку. Клауд ее забрал. Вот так вот легко он отпушивает линию. Еще одна монетка, но у него копье на кулдауне. Наверное, не успеет. Нет, он не успеет, потому что просто Атлас застанил. Так бы он мог бы спереть эту монетку. Здесь Атлас хорошо сыграл. Леоморд заметил то, что на Амиду намечается замес. И подтянулся. Ждет в кустах, как бы эффективнее использовать ульту. Да, нашел Валира. Сразу же его убили. Убил линия Леоморд, убила Люнокс. Но Леоморд в этом очень хорошо поучаствовал. Отлично все сделал. Обязательно посмотри мой гайд. Я там рассказываю, как правильно использовать комбинации. То есть используем ульту. Потом сразу рывок. Плюс копье. И получается очень много урона. Снова стоит соло линия. Клауд зачистил крипов. А интересно, он не пошел зачищать монетку. А пошел в сторону Клауда. А как ты узнал то, что Клауд тут? Очень странный момент, ребят. Вот это да. То есть он просто вслепую запустил ульту в кусты. Забирает Клауда. Но момент очень странный. Я бы так никогда не сделал. Просто в пустую, в кусты он прочитал то, что там стоит Клауд. Но круто. Это либо очень высокий скилл, либо очень высокий чит. Я не знаю. А что думаешь ты насчет этого момента? Обязательно напиши в комментарии. А мы переходим к следующему герою нашего топа. Кусака. Еще один боец-дуэлянт. Своими ракетами он эффективно чистит миньонов и героев на линии. Броском через себя закидывает вражеских героев по своей башне. Хотя и без него он может легко вынести соло почти любого героя. Плюс он достаточно мобильный и создает себе щиты. Из-за этого его не так просто опустить по хп или ганкнуть. Прикол Кусаки в том, что он просто зверь-машина. Особенно в начале игры. В лейте он не такой сильный. Но в начале, в самом начале игры, особенно когда он получает, только получает четвертый уровень, он невероятно сильный. Он наносит тонны, тонны, тонны урона. Вот я уверен, Грейнджеру сейчас против него будет очень сложно стоять. Увидел то, что Ланселот ло-хпшный, тут же его забрал. Кстати, именно Кусака один из лучших героев против ассасинов. Возвращается снова на соло-лайн. Быстренько чистит крипов. Ну и идет забирать лес. Ульта откатилась, сейчас он будет пытаться забрать Грейнджера. Он опять же заходит в кусты и ждет. Кустовая тактика. Очень подлая кустовая тактика. Здесь как раз появился зеленый крипчик. О, приветули, Грейнджер, как дела? Жука захотел? Получи, Жука. Вот так вот просто стоим в кустах. Идем, пока к нам кто-то подойдет. И выносим их. Ну, главное, чтобы к нам, конечно, танк не зашел. Сейчас он здесь еще красный у них состилит. Вот это все должен был забрать Грейнджер. Почему Грейнджеру не помогает Нана, абсолютно непонятно. То есть соло-лайн против Кусаки без танка. А ДКшнику стоять невероятно сложно. Вообще весело на Кусаки играть. Подкидываешь всех, что-то стреляешь ракетками, уничтожаешь. Очень весело. Чего ты сделал? Чего ты сделал? Вот такие вот перекидоны иногда команде игры стоят. Единственный минус Кусаки. Он в лейте не наносит ногу массового урона. Поэтому в лейте он становится чуть менее полезен, чем в начале игры. Но если игра закончится быстро, то Кусака лучший выбор. Поехали дальше. Баданг. Сильный боец. Он достаточно мобильный и хорошо пушит линию. С ульты без проблем просаживает врагов по хп. Или вовсе отправляет на фонтан. Против него очень непросто стоять. Да и в мидге имело идти, при подключении к замесам он вносит хороший вклад по урону. Опять же в основном благодаря своему ультимейту. Ого, игра началась сразу. Сганка Баданга. Но здесь отсюда ты вряд ли уйдешь, наверное. Неужели оставят? Оставили, не убили его. Это пипец. У Баданга примерно такая же ситуация, как у Иксборга в начале игры. Ему важно в начале игры отстоять соло линию и не намирать. Ё-моё, Сесилен тоже... Ему просто везет. Смотрите. Он сам Сесилена чуть не ушатал с ульты. Ну всё, здесь его добьют. Нужно было отходить на базу. Продолжает стоять соло топ. Там идёт замес. Нет, замес закончился. Ничего не идёт. Стоит соло топ. Ничего не происходит. Ждёт в кустах. Атлас как будто его не заметил. А вот заметил. Чувак, ты давно там стоишь? Час уже. У него уже есть чёрный меч. И урона будет очень много. Потому что чёрный меч это core предмет. Вот, Сесилен почти... Ну всё, Сесилен умер. То есть всё благодаря только чёрному мечу. Собираем чёрный меч. И после этого у нас с ульты вылетают просто бешеные цифры. И минус руби. Да и без ульты просто вот так вот подбежать, добить. Ну что, будем подводить итоги? На данный момент это лучшие соло лайнеры. В этом списке нет ни одного мага или стрелка. Стрелкам сложновато идти соло лайн. Потому что в начале игры они очень уязвимы. И например против того же Кусаки или Чу будет стоять невероятно сложно без поддержки. То же самое можно сказать и про магов. А на каких героях тебе больше всего нравится стоять соло? Напиши об этом в комментарии. Спасибо за просмотр. И пока-пока.